Яна Затауста, неверующему отцу, слово из серии посланий к враждующим против монашеской жизни, это слово второе. Если бы кто теперь при этом произнес пророческое изречение, подивитесь ему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. И еще, изумительное и ужасное совершается на всей земле. Пророк Иемии 2 глава 12 стих и 5 глава 30 стих. Все это он сказал бы благовременно, но вот что тяжелее этого. Негодуют и сердятся не только чужие, и нисколько не близкие к тем, кому дается совет. Но стали гневаться на это сродники и отцы. Впрочем, мне не безызвестно, что многие не очень удивляются тому, что так поступают отцы. А задыхаются, по их словам, от гнева, когда видят, что ни отцы, ни друзья, ни сродники, и не близкие с какой-либо другой стороны, а часто даже вовсе незнакомые к решающимся любомудрствовать, относятся точно так же, и больше, чем отцы, досадуют и преследуют и обвиняют тех, которые расположили их к монашеству. Но мне удивительным кажется противное, потому что нет ничего странного в том, что не имеющие никакого основания оказать заботливость и дружбу, скорбят о чужом благополучии, то увлекаясь завистью, то по своей злобе, считая, конечно, безумно и жалости достойно, однако же считая чужую погибель своим счастьем. Но что те, которые родили детей, воспитали, каждый день молятся о том, чтобы видеть детей счастливее самих себя, и для этого делают и терпят все, что и они как бы от какого опьянения вдруг переменяются и скорбят, когда дети их обращаются к любомудрию. Вот этому более всего я удивляюсь. Это считают достаточным доказательством всеобщей испорченности. Никто не скажет, чтобы это бывало и в прежние времена, когда явно господствовало заблуждение. Случилось, правда, однажды в греческом городе, бывшем под властью тирана, притом не из родителей, кто, как ныне, овладевший Акрополем, вернее же и не этим всем, но преступнейший из них, призвав Сократа, приказал ему не говорить о любомудрии. Но он дерзнул на это, как тиран, неверующий, жестокий, всячески старавшийся не спровернуть общественный строй, радовавшийся чужому несчастью и знавший, что ничто иное так не может расстроить самое прекрасное общество, как подобное приказание. А эти родители, верующие, живущие в благоустроенных городах и заботящиеся о детях своих, отваживаются говорить то же самое, что тот тиран, а подвластных ему и не стыдятся. Вот их негодованию надо бы наудивляться более ниже негодованию других. Посему я, оставив других, обращусь к тем, которые особенно заботятся о детях, или лучше должны бы заботиться, но совсем не заботятся. С речью тихую, весьма кроткую, попрошу их не сердиться и не досадовать, если кто скажет, что он лучше их самих знает, что полезно их детям. Родить сила мало для того, чтобы родивший уже и научил полезному рожденного им. Рождение, конечно, много содействует любви к рожденному, но чтобы точно знать, что полезно ему, для этого недостаточно только родить и любить. Если бы это так было, то ни один человек не должен бы видеть лучше отца, что полезно его сыну, так как ни туг другой не может любить сына больше отца. Между тем, и сами отцы делами своими показывают свое невежество в этом, когда сами ведут детей к учителям, поручают их воспитателям, со многими советуются, озабачиваясь избранием рода жизни, кому надо посвятить сыну. Удивительно еще не это, но то, что родители при таком совещании своих детях часто отвергают свое собственное мнение, останавливаются на чужом. Пусть же они не досадуют и на нас, если скажем, что мы лучшим знаем, что полезно для них. И только в том случае, если мы не докажем этого в слове, пусть обвиняют и укоряют нас, как хвостунов, губителей и врагов всей природы. Продолжение следует.